добрый день дорогие друзья привет вам с одежского озера и тема сегодняшнего блога у нас отзывы на чай я имею в виду естественно текстовые отзывы то есть описание чая которые оставляют профессионалы любители чая или любители которые считать себе персоналами или профессионалы которые сейчас любители в общем не важно любые люди которые пишут про чай в интернете что-то по ней рассказывают другие люди надо на это ориентируются надо нет и существует много разных мнений на этот счет стоит ли читать эти отзывы дают ли они какую-то полезную информацию или нет и стоит ли как-то относить это со своим собственным опытом и так далее я естественно как всегда придерживаюсь такой золотой средины двух словах скажу о своей позиции относительно этого я сам должен допишу что-то про чай и рассказать что про чай во первых можно сказать очень много разных вещей то есть есть несколько вообще даже категорий что можно сказать о чай то есть можно сказать о чай например его какую-то некую историю легенду возникновения там да то есть некий его скажем так исторический подтекст как он появился откуда он произошел и так далее это просто вот описание чая скажем так его какой-то легенды вторая вещь это Это, значит, может быть, какие-то его особенности, связанные с производством, то есть, там, или с произрастанием. То есть, там, чай может быть какой-то редкий или необычный, или из какого-то, там, региона. Сказать, такая общая информация о чай о самом как кусте. Кроме того, еще бывает информация о чае, там, как он производится, какие-то тонкости, особенности производства, там, обработки листа, там, и так далее. А это вся информация в целом, вместе с исторической, это просто, как бы, общая такая информация чая, которая, в целом, всегда, безусловно, будет полезна вам, если вы интересуетесь продуктом. естественно, интересно знать, как он сделан, куду он пришел и так далее. То есть эти какие-то моменты, они безусловно полезны. Далее начинается уже какая-то описательная составляющая, то есть когда кто-то, кто этот чай, например, продегустировал, что-то о нем написал. Если это где-то просто в интернете и какая-то общая статья о каком-то чай, то это получается максимально не конкретно, потому что, как вы знаете, сам по себе сорт чая, он может быть очень разный. Даже если он называется одинаково, многократный я тебе пример уже приводил, то есть можно взять, на первых, Очень популярный сорт луны тигуанинь, он может быть очень разным по цене, и, соответственно, если вы где-то просто прочитали про какой-то тигуанин неконкретный, то это максимальная такая информация абстрактная, без привязки к этому сорту. То есть, если вы даже найдете тоже чай тигуанинь с таким же названием, абсолютно никаких гарантий, что у него будет такой же вкус и аромат, описанный вами, который вы прочитали в каком-то там описании, где-то просто абстрактном там в интернете. У нас же, что касается именно нашего проекта, то у нас есть на сайте тоже, естественно, выбор чая, все пользователи, в том числе сотрудники компании, просто наши гости, клиенты, все могут оставлять какие-то отзывы о чае, и вы их можете, собственно, прочитать. Прежде всего, каждому сорту у нас есть описание, которое составляет один человек, это наш тетестер, она оставляет описание чая, опираясь на свой опыт, на свои критерии оценки, вкуса, аромата и так далее, активные какие-то линии, ноты и так далее. И далее, после этого уже пишут комментарии, собственно, тех, кто этот чай купил, приобрел, либо кто-то из сотрудников, кто проводил внутренние дегустации, тоже оставляет отзывы об этом чае, и вы можете составить некое представление. Это уже, собственно, касается непосредственно какого-то одного сорта, который при этом в некоторых случаях бывает, что сорт может меняться, если особенно посмотрите какие-то старые сорта, которые у нас уже очень давно в ассортименте, естественно, с годами менялись партии чая, менялись его описания, иногда вы можете прочитать простыню, там, целые отзывы, там, несколько сотен на один и тот же артикул чайный, одно и то же номинование, а это, они могут быть диаметрами противоположными, и они могут быть такими не только из-за того, что вкусы у людей разные, но еще из-за того, что это просто были разные партии чая. Второй момент, который точно следует понять, то, что часто такие отзывы оставляют люди, кто имеет тоже очень разный опыт в чае, разный какой-то экспириенс. То есть бывают отзывы негативные, если они как бы не несут какой-то такой, скажем, явно деструктивной функции, естественно, никто их не удаляет. То есть мы оставляем отзывы, которые конструктивные. То есть, например, человек пишет, мне там чай не понравился, потому-то, потому-то, да, там. Или мне там чай понравился, потому-то, потому-то. И большинство отзывов мы никогда их особо не моделируем, если там нет какой-то инцидурной брани или какого-то неадеквата явного, естественно, Они все остаются на сайте Но бывает такой момент, например, был такой пример С отзывами на, сейчас не могу сказать, какой сорт чая точно Но кто-то вот несколько отзывов подряд оставил негативных Разные люди, и люди мне говорили, вот как же так Вот я на этот чай не буду покупать, потому что тут сколько негативных отзывов На самом деле потом оказалось, что просто это получилось Что там группа друзей, людей не очень опытных Пропили этот чай, и они оставили под разными аккаунтами Без всякого злонамеренного цели Просто оставили там 4 подряд отзыва негативных Потом выяснили ситуацию Оказалось, что у ребят была просто плохая вода Они взяли воду из-под крана, заварили там достаточно тонкий зеленый чай И он им не понравился И все там с разницы где-то в полдня написали такой отзыв Вот, уже старая довольная история Но это какое достаточно четкие показатели Что иногда эти негативные отзывы, даже как и позитивные отзывы Они не обязательно могут отвечать какой-то вот именно тому опыту Который вы получите от знакомства с этим чаем Вот, можно и нужно, безусловно, чай прочитать, отзыв посмотреть Вполне возможно, что ваша личная какая-то реакция на этот чай будет совсем другой Вначале, возвращаясь к вопросу о том, стоит ли вообще читать или нет То есть, конечно, стоит, но всегда нужно делать вот исключение То, что не обязательно человек, который вот это написал Он будет иметь тоже такой же вкус, как вы Не обязательно вы получите именно тот самый вкус и аромат чая Очень важно пить чай внимательно, то есть, самому раскладывать какие-то свои ощущения Прежде всего, вкус, аромат Я, прежде всего, говорю именно о каких-то, скажем, фактических таких вот вещах Которые сложно спутать И очень важно научиться перед тем, как вообще читать или писать даже отзывы Сначала научиться правильно чай заваривать Потому что очень часто человек, увидев какую-то вот информацию Что, о, там все пишут отзывы, но при этом еще не понимая всего бэкграунда К которому подошел человек, который, например, уже много лет пил чай И пишет какие-то отзывы на него Как он пишет, в каком состоянии, то есть, что он именно сделал для этого Как он чай заварил Какие-то поверхностные информации сразу выдает о чае При этом не имея еще достаточного опыта К сожалению, такая информация, собственно, осталась доступна всем И все могут на основании этого сделать некоторые выводы Для любого чая очень важно, во-первых, равные еще условия заваривания То есть, один и тот же чай можно, если вы заварите его, там, поэр, например, в термосе заварили Поэр заварили, значит, в чайнике Поэр заварили в каком-нибудь, там, стеклянной колбе, в гайване Потом разная вода, и все, и чай абсолютно получается не одинаковый Поэтому получаются такие разные отзывы на разные какие-то впечатления об одном и том же чаем На этом, пожалуй, все Я завершу еще раз, скажу, что, конечно, нужно читать Но всегда имейте в голове, да, что мнение может быть разное о чае Не торопитесь с выводами То есть, очень часто, если, например, какой-то чай заварили И вы увидели, что огромное количество положительных отзывов А у вас вдруг получился какой-то не такой Советую попробовать поменять воду Попробовать поменять экспозицию, количество чая Посуду, в которой вы завариваете Посмотреть какие-то другие варианты, изменить Возможно, вы сможете чай раскрыть более внимательно Самая основная и частая ошибка новичков Это либо перезаваренный чай То есть, большое количество, долгая экспозиция Либо неправильная вода Потому что, если у вас есть хорошая вода и хороший чай То, в принципе, в любой посуде вы так и иначе сможете его раскрыть Хотя бы основные его качества Но если же подходить внимательно к этим основным вопросам То можно расстроиться от покупки даже очень хорошего чая На этом, пожалуй, все Всем приятного чайпития, до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok